Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Приветствую вас, заказчики, которые собираются строить что-то и ищут мастеров. Мы продолжаем серию видео по реконструкции старого дома. В этом видео обработка камня. В этом проекте старинная кладка. Уникальная работа. Очень много мелких камней. У нас будет немного другая кладка. Дом мы будем складывать из того же камня, который разобрали. Единственное, что в доме очень много мелких камней. Очень много щебня было. Да, из таких холлик не каждый сможет строить. Даже, так сказать, мои мастера. Это нужно уметь. Определенный навык для того, чтобы сделать из холлик. Это умение нужно. Мы будем еще применять новые камни, которые обработаны. И новые, и старые. И получится такой микс. Это будет классный дом. Это будет хороший дом. Он будет сливаться полдома земляного, полдома на современный материал, то есть на раствор. То есть на песок, известь и семен. Некоторые камни, большие валуны, которые были на территории, мы кололи клиньями. Большие камни раскалываем поперек. Немножко обрабатываем. Вы можете посмотреть по ссылке в видео, как это все работает. У нас молоток мягкий из стали. То есть, если где-то что-то и будет прогибаться, это молоток будет прогибаться. Но ни в коем случае свина. Некоторые камни завозили и новые, тоже обрабатывали. То есть, с разного камня делался дом. В камне главное, что необходимо, это нижняя платформа, верхняя платформа, хотя бы 15-20 см, и лицевая сторона, для того, чтобы создать эту дикость. Она не должна обрабатываться хорошо. В данный момент, мы проводим подготовительные работы, для того, чтобы строить дом. Потому что землю надо сбить, может даже обмыть. Допустим, известь, ее нужно немножко подбить, чтобы потом расширку не на ИЗИС класть, а вот и класть именно так, чтобы она приставала к самому камню. Поэтому все вот эти камни, которые мы сейчас чистим, они пойдут в складку. Вся ИЗИС, которая лишняя, так сказать, ее нужно снять, насколько это возможно. Смотрите, она отваливается. Если мы прислоним где-то раствор, так сказать, получается, зазор между раствором и камнем. И все это выдувается, и потом быстро изнашивается. Поэтому нужно сделать, чтобы эта работа была беспрепятственна. Вообще, я сказал, что кладка кладки рознь. Иногда люди пишут, звонят, спрашивают, сколько будет стоить построить дом. Не задавая себе вопрос, с какого камня? Какая кладка? Мне нелегко ответить на ваши вопросы, когда я не знаю, какой камень у вас, с чего вы хотите строить, какой проект, какая вообще атмосфера, если у вас там идут дожди день через день, какая кладка там может быть? Конечно, такую кладку лучше делать от дневной платы. И вообще, можно строить с разного камня и за разные цены. Потому что, если мы будем работать с камнем, который не поддается обработке, а вы с этого камня захотите построить шедевр, то есть, чтобы у вас все камни как один был квадратик. Как же мы его быстро обработаем, если сама обработка займет сколько же времени, как и сам камень, а то даже и больше. Разные технологии, разные кладки, и все они по-разному стоят. Приблизительно, вы спросите, сколько там будет дом. Сколько будет ваш дом, никакой мастер точно не скажет, прежде чем он не прикоснется к тем камням, которые у вас. И все-таки, вы задаете этот вопрос, сколько будет стоить, вместе с цементом, с песком, с камнем, с работой. Вы должны отталкиваться за каждый квадратный метр 150-200 евро. Это нормальная сумма, в зависимости от кладки. Так у вас и получится. Даже если вам скажут, квадратный метр лицевой кладки стоит 40-50 евро. А теперь умножайте на 2, потому что наружная лицевая, внутренняя лицевая, это уже будет 80 или 100, плюс цемент, плюс песок, плюс налоги, плюс еще какие-то непредвиденные расходы. и здесь у вас получается 150-200 евро за квадратный метр. Вот от чего вам нужно отталкиваться при строительстве каменного дома. Вы спросите, так из чего же нам строить, чтобы было и дешево, и хорошо? Здесь трудно ответить вам четко. Единственное, что брать камень и класть его без обработки, с определенными изгибами, неровностями. Да, тогда это будет и дешевле, и быстрее, и хорошо, если сделать определенную штукатурку или расшивку. Вот прежняя кладка у нас была именно так и положена. Камень без обработки, переложенный мелким щебнем, и за счет этого очень долго и хорошо простояло в современное время. Ребята там пытаются обрабатывать, сделать, чтобы это было красиво, и как-то смотрелось, и им легко отклалось. Но на самом деле, с любого камня можно строить. Как можно работать, чтобы у тебя камни оставались? Вот я когда работал, у меня все камни не обработанные, без лица, они как-то уходили. Иногда было так, что я клал без обработки камень, и у меня получалось лучше, чем у человека с обработкой, потому что стена имеет свою дикость. Камни сливаются, и всю эту дикость не видно, а получается уникальный рисунок, и всем нравится, и все довольны, и я довольны. Очень важно, чтобы мастер по обработке камня, он не просто обрабатывал камень, а он его и клал. Я когда обрабатываю камень, я уже вижу, как он станет, и куда он достанет. Да, разные мастера, разные ребята, по-разному обрабатывают, по-разному у них получается, кто-то старается, кто-то старается больше, кто-то меньше. Но очень важно, чтобы ребята слышали, что хочет заказчик, что хочет ведущий мастер, чтобы эта работа действительно вписывалась в те деньги, которые выделяются для той или иной работы. В этом проекте, практически все угловые камни, новые, хорошо обработанные. Вы посмотрите, какая обработка. Все сделано четко. Перекладины, дверные, вертикальные, горизонтальные, то, что было с дома, не все. Перекладины можно было собрать. Поэтому мы заказывали где-то перекладины, докупали, и все это сделали. Часть перекладин новых, часть старых. Камни тоже смешанные, старые, новые. Как же почистить все эти перекладины? Да, существуют разные приемы. Можно пескоструем, можно еще чем-то. Но мы используем один прием, это носик молотка, и выстукиваем, чтобы известь уходила из камня. После такой работы, старых слоев, никаких не остается на камне, он становится как новый. Часто спрашивают заказчики, с какого камня строить? Да хоть какой камень? Стены должны быть, хотя бы 60 сантиметров. Тогда это будет держать и влагу, и холод, и ветер, и все, что угодно. Но когда вы хотите построить стены 300 сантиметров, то где же такой камень возьмете? Ну хорошо, примените габионный камень, будете как-то там лепить по-своему. Но, это же стена, которая быстро промерзает, поэтому заказчики, не жлобитесь, не экономьте, а делайте так, как нужно. Тогда ваши дома будут стоять. Ну и потом, мужик собрался, хочу построить дом. Получится ли у тебя? Конечно, получится. Но, все зависит от вашего мышления, упорства, знаний, по камню, и от многих вещей. Есть такие, что мужик увидел, мужик сделал, понимаете? А есть такие, что планируют, желают, начинают, а оно не идет. Вот не идет и все. Лучше всего, нанимайте профессионалов, нас. Мы в этом специализируемся. Для нас это легко, для вас это слишком тяжело, потому что после такого дома, можно и ласты протянуть. Вы сделаете, догоните до конца. Но, вы все соки выжмите из себя. Мы же, как профессионалы, это сделаем с легкостью. И еще с вами вечернее время, когда вы хотите нам что-то рассказать, свое видение, мы за посетилки. Мы открыты для диалога. Поэтому, нанимайте профессионалов. Не нас, значит других. Но, чтобы они были профессионалы. Вам обойдется это дешевле. Итак, заказчики, стройте из камня, мастера, смотрите наши ролики, и зарабатывайте. Заходите к нам на сайт, не забывайте ставить лайки, и писать комментарии, чтобы наши ролики тоже продвигались вперед. И чтобы нам было веселее делать для вас что-то новое. Что не так? Угу. Во-первых, камни не сверлиться по дуге. По дуге не надо делать, надо ровно делать, для того, чтобы был результат. Мы хотим результата. По одной линии, надо делать, сверлить по одной линии, четко, четко. Угу. Пока не была. Пока не была. Пока. Пока. Продолжение следует...